Добрый вечер! В эфире телеканала Катунь 24 новости. Меня зовут Антон Скаль. В начале выпуска коротко о главных темах. Эта наука не только о прошлом, но и о будущем. Всероссийский археологический форум открылся в Барнауле. Полвека на мировой сцене. Накануне ансамбль русского танца «Огоньки» отметил юбилей. Все подробности в выпуске. Пешком со скандинавскими палочками и бегом. Более 12 тысяч человек отдохнули с пользой на дне ходьбы. Погода в Алтайском крае резко поменяется. Уже в ближайшие часы в регион придут дожди, возможно с мокрым снегом. Еще завтра в крае днем будет до 13 градусов тепла, а в среду температура пойдет на понижение. Осадки пройдут в большинстве районов края. Западный ветер усилится до 22 метров в секунду. Скорее всего, синоптики объявят штормовое предупреждение. Ну а пока к другим темам выпуска. Археологи со всей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья сегодня собрались в Алтайском государственном университете. Уникальные находки применения IT-технологии в раскопках из сохранения исторического наследия России. Эти и другие вопросы сегодня обсуждаются на Всероссийском археологическом форуме. Подробнее Дмитрий Бутков. Больше 450 археологов, палеонтологов и антропологов из 110 городов России, 20 стран дальнего и ближнего зарубежья. Монголия, Великобритания, Польша и Япония собрались в опорном вузе региона Алтайском государственном университете. Впервые здесь проходит пятый Всероссийский археологический съезд. Такие встречи проводятся раз в три года. Я думаю, что все-таки наши интересы научные заключаются не только в том, чтобы приводить различные команды археологов со всего мира на Алтай, а в том, чтобы, так сказать, развивать собственные методы и, может быть, учиться у наших коллег из других стран более продвинутым технологиям. Традиция археологических съездов берет свое начало еще в Российской империи. В 2006-м ее возобновили. В этом году научный конгресс посвятили 180-летию со дня рождения востоковеда-тюрколога-археолога Василия Радлова. В оргкомитете ведущие археологи страны Анатолий Деревянко, академик РАН и научный руководитель Института археологии и этнографии. Его команда археологов в 2008 году в Денисовой пещере нашла уникальный материал-сенсацию в мире науки. Маленький кусочек фаланги неизвестной ранней ветви человечества – Денисовца. ДНК ребенка, чьи обнаружили в Денисовой пещере, не принадлежит ни хомо-сапиенс, ни неандертальцам. Александр Богданович Карлин, губернатор ваш, года два тому назад мне говорит, ну что такое вот там Денисовец, Денисовец, а Алтай-то как-то неизвестен на этом фоне. Теперь Алтай известен во всем мире, потому что сейчас десятки международных фурналов обсуждают проблему вот хомо-сапиенс Алтайенсис. На торжественном открытии Пятого Всероссийского археологического съезда побывал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Он отметил, в российскую науку свой вклад внесли и алтайские археологи. Орден за заслуги перед Алтайским краем он наградил главного археолога Сибири Анатолия Деревянко. Обозначилась и научно доказана такая важнейшая точка в Северной и Центральной Азии, как Денисова пещера, человек хомо-сапиенс алтайский. Сегодня это уже принятая в науке категория научная. Заявки на участие в Конгрессе подали больше тысячи человек. Из них отобрали только две трети. Всего в программе 538 докладов. Специалисты обсудят сохранение археологического наследия, использование компьютерных технологий и комплексного подхода в исследованиях. Археология очень стремительно развивается и даже вот моя область достаточно консервативна и в нее входят самые разные технологии и различные съемки с дронов и химические анализы и более сложные статистические приемы. И об этом я тоже надеюсь здесь услышать. Пятый Всероссийский археологический съезд пройдет со 2 по 7 октября. Пленарные заседания проведут в Белокурихе. Организаторы отмечают, среди участников все больше молодых ученых и специалистов. А это значит, что археология наука не только о прошлом, но и наука будущего. Дмитрий Бутков, Александр Морозов. Новости. Сладкая вата, концерт на свежем воздухе и множество сюрпризов. Так в Барнауле горожане встретили выход в регион торговой сети «Пятерочка». В краевой столице открылось сразу пять точек. В одной из них побывала и наша съемочная группа. С перерезанием традиционной красной ленты начинается праздник. В небо выпущены десятки воздушных шаров, а стеллажи нового магазина заполнены продукцией. На полках универсама покупатели найдут известные товары от производителей со всей России и из Алтайского края. Партнерство с местными производителями – одно из приоритетных направлений сети. Именно поэтому в «Пятерочке» 10% товаров – продукция из Алтая. Прекрасный богатый край, хорошие производители, прекрасная продукция. Я думаю, что с помощью нашей сети, которая насчитывает на сегодняшний день 11 тысяч магазинов, мы эти продукты будем продвигать даже за пределы Алтайского края. Продукция местных производителей для удобства покупателей отмечена специальными этикетками. И скоро колбаса, сыры и молоко из Алтайского края смогут попробовать также и за его пределами. А пока товары пользуются популярностью у первых покупателей магазина. На открытие приходят с семьями за свежими продуктами и выгодной ценой. Широкая площадь, большой ассортимент, ну и цены, как сказать, приемливые. Немного дешевле, чем в других магазинах. Очень впечатление обалденное, хорошее. И на входе там, посмотрите, какие придумали всякие разрисовывать кружки, и чай горячий, и овощи. Ну а самых маленьких посетителей порадуют подарки от магазина. За покупку от 555 рублей можно получить ластик в виде троля. Забавные игрушки уже популярны в 61 регионе присутствия торговой сети «Пятерочка». До конца года в Алтайском крае появится еще 19 таких магазинов. Новые рабочие места получат больше 350 жителей региона. Олеся Роженцова, Антон Червяков, Новости. Продолжаем выпуск. Полвека на мировой сцене. Накануне ансамбль русского танца «Огоньки» отметил свое 50-летие. В праздничной программе были как новые, так и восстановленные старые номера. Все подробности в сюжете Вадима Слюсарева. Первый хореографический коллектив Алтая. Рожденный в 1967 году, ансамбль русского танца «Огоньки» дал на родной земле более 6000 концертов. Сегодня коллектив носит имя своего основателя Гарри Полевого. Он заложил прочную профессиональную базу для развития хореографического ансамбля, благодаря которой «Огоньки» остаются одним из ведущих танцевальных коллективов в нашей стране. У нас очень мобильный коллектив. То есть, неважно, жара, мороз. Их не надо заставлять. Они работают всегда с удовольствием. Естественно, мы работаем для зрителя, для его величества зрителя. Это для нас девиз, это главное. Важная часть ансамбля – оркестровая группа. Под ее аккомпанемент и выступают танцовщики. «Огоньки» представляют искусство Алтая не только в России, но и в Франции, Италии, Болгарии, Венгрии и других странах. Этим летом алтайский коллектив был единственным представителем страны на фестивале «Фолькмут» в Соединенных Штатах Америки. Там «Огоньков» назвали «золотом России». Это ответственность большая. Это очень интересные мероприятия, фестивали. Это разные страны, разные люди со своими традициями. Ответственность само собой. Мы не можем приехать просто так повеселиться, как говорится. Мы должны лицом показать свою родину, заинтересовать людей, порадовать людей, не ударить в грязь лицом. Специально для юбилейного концерта коллектив восстановил и давно забытые номера, потому что девиз «Огоньков» – совместить старые традиции с современной хореографией. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев, Антон Червяков. Новости. За золото Алтае в минувшие выходные боролись лучшие лошади и мастера-наездники. На ипподроме в Смоленском районе прошло закрытие кунно-спортивного сезона. Кто стал победителем заездов и какая лошадь выиграла кубок Крепыша, смотрите в следующем сюжете. Как дорожку пройдешь, так и сезон закончишь. Целый год мастера-наездники и лошади зарабатывали себе баллы в заездах. Сезон открыли на Масленицу. Год прошел незаметно. 29 и 30 сентября состоялись заключительные бега. От этих результатов зависит дальнейшая карьера. Сезон прошел успешно. Было установлено несколько рекордов общероссийских, в том числе и для нашего ипподрома. Два дня лошади соревновались на дистанциях 1600, 2400 и 3200 метров. Дорожка была непростая, моросил дождь. Но для истинных любителей конного спорта это только добавило зрелищности соревнованиям. У каждого зрителя своя причина провести выходные на ипподроме. Орловский рысак красивый, гордость России за красоты. Это самые красивые, умные, грациозные животные. И бег их сравнительно с ветром. Какой интереснее стало по сравнению с теми годами. Одни любители в основном. Какой-нибудь владелец одессы, хозяева вошадей, которые содержат вошадей. Основные призы разыграли 30 сентября. Главный кубок «Золото Алтая» и 250 тысяч рублей выиграл мастер-наездник Антон Рогожин и жеребец «Саундсгуд» из Алтайского края. Оправдались ожидания и тех, кто болел за жеребца Натана из Хакассии. Он выиграл большой белокурихинский приз. На кубок «Мемориал Касименко» был принят жеребец «Товарищ», мастер-наездник Дмитрий Свиридов из Белокурихи. А кубок Ассоциации конников юго-восточной зоны завоевал жеребец «Красноярск», мастер-наездник Екатерина Резникова. Очень сложная. Длинная дорожка, тяжелая дистанция сложная. Соперники сильные. Ну, получилось. Среди русских лошадей старшего возраста разыграли приз «Крепыш». Это звание в третий раз выиграл жеребец «Саботаж» из Новосибирска. Приз «Гранита» остался в Алтайском крае. Его завоевал жеребец «Дагабай» из Мамонтова. Сезон 2017 года завершен. В следующий раз любители конного спорта соберутся на ипподроме «Алтай» 6 января 2018 года. Олеся Роженцова, Сергей Седых. Новости. Пешком, со скандинавскими палочками и бегом. Более 12 тысяч человек отдохнули на выходных с пользой для себя и для своего здоровья. Они вышли на трассу здоровья и преодолели не один километр. День ходьбы компании «Мариара» проводят второй год подряд. На праздники спорта побывали и наши корреспонденты. Раз словечка, два словечка, будет песенка. Вместе весело шагать по просторам. С гармошкой, песней и друзьями так действительно шагать веселее. А можно взять с собой скандинавские палочки и получить от прогулки еще больше пользы. День ходьбы компания «Мариара» проводит второй год подряд. На трассу вышли те, кто за здоровый образ жизни. А таких оказалось более 12 тысяч. Для сравнения, в прошлом году с лыжной базы «Динамо» стартовало полторы тысячи человек. В этот раз приезжали целыми селами. Пять километров и пора подкрепиться. Печеньем, соком. Здесь же можно попытать удачу. День ходьбы «Мариара» провела акцию. Уже сегодня в 9 вечера на нашем канале компания разыграет более 300 призов. Скандинавские палочки, шоколад сникерс, чипсы лейс и 10 горных велосипедов. В розыгрыше участвует более 30 тысяч чеков из магазинов «Мариара». Чтобы стать участником акции, их необходимо было сбросить на пятом километре трассы здоровья. Я хотел выиграть приз, потому что я люблю это делать. Я никогда, потому что не выигрывал призы. А ходить для чего нужно? Чтобы выиграть карточку и потом разыграть шоколадку или там еще что-то. Для этого нужно ходить, да? Да. На трассе здоровья был розыгрыш проходил. Мы выиграли снегоход. Теперь пришли на трассу здоровья закрыть летний сезон пеший. Прошли очень хорошо. Воздух чистый, трасса, атмосфера. Все замечательно. Готовимся к зимнему сезону. Ежедневно я хожу вокруг города. Я сама из Заринска. И ежедневно вокруг города. Там не 5 километров вокруг, а более 10. Но я час с лишним трачу. То есть вы из Заринска специально приехали на день ходьбы? Специально, да. Что надеетесь выиграть? Достойные палочки. Дистанцию каждый выбирал сам. Кто-то прошел 5 километров, а кто-то смог преодолеть 10 и даже 25. На финише большой праздник. Здесь песни, танцы и угощения от партнеров праздника «Марс» и «Пепсико». Девиз дня – с мариера от здорового питания до здорового образа жизни. Прошло ровно 10 километров. Пришли, потому что участвуем, ходим. Каждое утро. Вот год назад родила ребенка, и поэтому привожу себя в форму. Мы вдвоем с подругой. То есть у нас папочки занимались с детьми, мамочки ходили. Потрясающе. Супер. Лес, природа, вообще прекрасно все. Со своими детьми, с семьей своей сходили. Сегодня долго ходили, почти 3 часа. То количество людей, которое пришло, это заряжает больше всего. И наша компания всегда будет придерживаться принципа оздоровления людей через здоровое питание, через здоровый образ жизни. За один день в гости праздника выпили более 30 тысяч стаканов чая, сока, съели свыше тонны печенья и 5 тысяч порций горячей пасты. Летний сезон закрыли на ура, но зимний не за горами. Уже скоро в лес можно будет выйти не на пешую, а на лыжную прогулку. За здоровьем и щедрыми подарками от Мареера. Елена Создравных, Александр Морозов. Новости. На этом у меня пока все. Увидимся в 20.30. Не переключайтесь.